Поздно ночью лидеры Евросоюза достигли соглашения по борьбе с энергетическим кризисом. В частности, речь идет о добровольной совместной закупке газа, энергетической солидарности в случае перебоев с поставками и усилиях по экономии электроэнергии. При этом страны-члены не смогли договориться о потолке цен на газ. С критикой этой идеи выступили Венгрия, Германия и Нидерланды. Как следует из письменных выводов, существует твердая и единоношно разделяемая решимость действовать с единым фронтом в Европе для достижения трех целей – снижение цен, обеспечение безопасности поставок и продолжение работы по сокращению спроса. Мы намерены выделить до 40 миллиардов евро из средств, которые остались от предыдущей финансовой схемы. Так что благодаря этому государства-члены смогут помочь наиболее пострадавшим от энергетического кризиса, уязвимым домохозяйством или малым и средним предприятиям. Но на самом деле необходимо больше средств для поддержки малого и среднего бизнеса, а также более крупных отраслей промышленности, чтобы справиться с высокими ценами на энергию. И здесь очень важны инвестиции. На саммите была предложена система объединения закупок газа с возможностью корректировать ее в исключительных обстоятельствах. Кроме того, в Брюсселе настаивают на создании нового индекса сжиженного природного газа, который будет лучше отражать состояние рынка после резкого сокращения импорта голубого топлива из России.